Пейзажи, натюрморты, портреты. Выставка о любви и красоте настолько разнообразна, что удовлетворит вкус любого посетителя и подарит праздничное весеннее настроение. Всего в экспозиции представлено 62 работы, 30 из них выполнены руками детей, учащихся в учреждении образования Ленинского района, и 10 ребятами творческой студии «Фантазер». Весенний вернисаж – полна работ как опытных художников, так и тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Все художники – это личности, и каждый художник своим творчеством, он носит какое-то зернышко в развитии белорусской культуры. Это расширяет горизонты и делает культуру более разнообразной. Поэтому, когда мы смотрим, как активно написано с точки зрения техники, композиции, светоподачи, ну, естественно, и тема. Несмотря на то, что представление о любви и красоте у каждого свое, многие работы на выставке были посвящены главной женщине в жизни каждого человека. «Маме». Этот образ является воплощением любви, красоты и доброты. Данное мероприятие пророчено к Международному женскому дню 8 марта. Посмотрев на картины, видим, что большинство из них изображают женщину. Быстрее всего маму. Любовь начинается, наверное, с любви к маме. Потом уже появляется какое-то чувство любви к родине. Наверное, любовь к мужчине или к женщине. Но, тем не менее, первое, что человек видит, это мама. Возраст юных художников варьировался от 6 до 14 лет. На весеннюю экспозицию было заявлено 55 работ учащихся, но из них выбрали лучшие. Рисунки Евгения и Максима Рахацевича вошли в их число. Я нарисовала работу «Мама» с 8 марта, потому что мне кажется, что «Мама» – это же первое слово в нашей жизни. Я нарисовала этот рисунок, потому что я люблю рисовать, и мне очень захотелось нарисовать маму. Тем более, как раз был праздник. Все получили дипломы участников, а победители – памятные призы. Выставка продолжит радовать посетителей своей красотой в художественном музее до 5 апреля. Ирина Кузьмич, Тарт Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.